Елену Николаеву российский зритель узнал по жанру мелодрамы и многочисленным театральным постановкам. Храм. Мельпомена актриса обожает, он не дает заснуть, заставляет постоянно учиться и держаться в тонусе. Специально по строениям карьеры Елена не занимается. В свое время знаменитость посещала всевозможные тусовки, где можно было завести полезные знакомства, но умирала там от скуки. Елена родилась в Москве в семье, любившей творчество. Бабушка исполняла народные танцы на любительском уровне. Мать профессиональная балерина и солистка хора имени Пятницкого. Организовала танцевальный коллектив. Отец занимал в нем должность директора. В возрасте 4 лет родители отвели девочку в секцию художественной гимнастикой. Занималась Лена увлеченно. В детстве перспективная ученица подавала надежды в этом виде спорта. В юности актриса играла в студенческих спектаклях, благодаря чему было замечено руководством Государственного театра нации, куда ее пригласили сразу после окончания вуза. Там под управлением народного артиста Российской Федерации Евгения Миронова Елена выступила в ряде ярких постановок, самыми запоминающимися из которых стали «Шведская спичка» и «Снегири». Что касается личной жизни, актриса довольно-таки счастливо живет. По окончании Геттиса Елена вместе с матерью отдыхала на курорте, где встретила будущего мужа Константина Парфенова. Супруг не связан с шоу-бизнесом и не любит шумихи. У Елены и Константина есть сын Артемий, 2009 года рождения, и дочь Вероника, которой младше брата на 3 года. По словам артистки, беременности повлияли на ее самочувствие. После рождения второго ребенка проявилась мигрень. Чтобы избавиться от головных болей, Елена прибегла к кето-диете. На безуглеводном питании она продержалась полгода и стала лучшейся при этом чувствой. Вопреки распространенным слухам, Елена не имеет никакого отношения к знаменитому певцу и композитору Игорю Николаеву. На самом деле, актриса является полной тезкой первой супруги знаменитого музыканта. От имени Елены зарегистрирован аккаунт в Инстаграме, контент со страницы большей части деловой, фотографии с коллегами со съемок и официальных мероприятий. Актриса придерживается нескольких табу – не играть в обнаженки, не плавать в холодной воде. Стрижка наголо или экспериментировать с фигурой – сейчас ей тоже не вариант. Но тут все зависит от режиссера либо роли.